8 декабря 1991 года главы трех республик РСФСР, Белорусской и Украинской ССР Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук подписали соглашение о создании Союза независимых государств, СНГ. Союз Советских Социалистических Республик, как субъект международного права и геополитическая реальность, прекратил свое существование. Это был приговор многонациональной стране, которая впервые в мире совершила попытку построения общества социальной справедливости, сломала хребет нацизму, отправила человека в космос. К моменту распада СССР занимал шестую часть суши и производил пятую часть мировой промышленной продукции. До сих пор историки и политологи не пришли к однозначному выводу, что стало основной причиной распада СССР. «Был ли он неизбежен? Хотел ли этого народ в союзных республиках? Или причиной развала, как этот процесс обозначили сторонники конспирологических версий, был заговор западных держав? Поражение СССР в холодной войне? Кто из лидеров СССР на деле стремился к гибели государства? И можно ли верить Михаилу Горбачеву, который потом не раз повторял? «Это моя драма». «Ну и сегодня я убежден в исторической правоте демократических реформ, которые начаты весной 1985 года». Став генеральным секретарем, Горбачев 11 марта 1985 года на пленуме ЦК КПСС перемены пообещал. Долгожданные слова нового политического лексикона «Ускорение социально-экономического развития страны» и «Гласность» сразу подхватили СМИ. К ним добавились перестройка, обновление, новое мышление. Большие планы, энергия плюс возраст, всего-то 54 по сравнению с предшественниками, вселяли надежду. Под руководством нового генсека СССР преодолеет трудности. Популярности новому вождю добавляли умение убеждать, мягкая южная речь – обаяние. Уважение вызывало даже то, с каким восторгом его принимали за рубежом. На Западе скандируют «Горби! Горби! Скоро заживем не хуже, чем на Западе», обещал Горби. «Для этого нужно остановить маховик холодной войны и пустить военные расходы в мирное русло только и всего». Чтобы создать благоприятный фон для переговоров с США о прекращении гонки вооружений, через четыре месяца после прихода к власти Горбачев объявил односторонний мораторий СССР на ядерное испытание. Рейган и не думал складывать оружие. В ответ на мирные инициативы СССР в феврале 1986 года через Пакистан США передали маджахедам переносные зенитно-ракетные комплексы ПЗРК «Стингер». Потери в Афганистане возросли. Война во всех смыслах дорого обошлась СССР. «Родина гордится вами. Родина благодарит вас. Родина рассчитывает на вас». «Последними предстояло выйти из Афганистана самым опытным, самым закаленным воином». 15 февраля 1989 года, с частью исполнив интернациональный долг, ДРА покинули последние советские военнослужащие. В 1987 году в Вашингтоне Рейган и Горбачев подписали соглашение о выводе и уничтожении советских и американских ракет средней дальности из Европы. СССР отчитался о 1846 уничтоженных единицах. США – о 846. Да как же так, сокрушались военные? По мнению сторонников конспирологической версии, к этому времени Горбачев попался на крючок четко спланированной операции американских спецслужб и на своем посту следовал их указаниям, чтобы не лишиться власти, хотя прямых доказательств этому нет. В марте 1986 года президент США Рейган утвердил масштабную информационную кампанию по дискредитации СССР под говорящим лозунгом «Превратим год празднования 70-летия Великой Октябрьской революции в год 50-летия Большого террора» 1937 года. Дальше шло, как по написанному. СССР все глубже погружался в трясину проблем. Казалось, все было против. Рухнули цены на нефть. Начатая еще в 1982 году операция ЦРУ по принуждению Саудовской Аравии, Кувейта и Эмиратов к снижению цен на мировом нефтяном рынке принесла результаты. Если в конце 70-х она была в районе 35 долларов за баррель, к 1985-му упала до 20-ти. А в 1998-м до 12-ти. «Мы потеряли тогда в годовом обороте приблизительно 80 миллиардов долларов плюс еще 15-20 миллиардов на антиалкогольные компании», говорил Руслан Хасбулатов, в 1990 году зампредседателя Верховного Совета Российской Федерации. «Основным симптомом хронического алкоголизма является патологическое влечение к алкоголю. Оно носит характер психической и физической зависимости». Чтобы перестройка сознания состоялась, решили протрезвить страну. На одного взрослого мужчину приходилось 10,5 литров чистого спирта в год, что соответствовало приблизительно 25 бутылкам водки. В госбюджете от водки был каждый шестой рубль. Когда цены на нефть упали, СССР был вынужден не только свернуть антиалкогольную компанию, хотя она и начала приносить свои плоды, увеличилась продолжительность жизни, рождаемость, но и повысить стоимость поставляемого сырья в страны СЭФ. В системе экономических отношений с восточными странами Европы был нанесен такой удар, которого она выдержать не могла, вспоминал министр внешних экономических связей СССР Константин Катушев. Порядка 50-60% в общем объеме внешней торговли СССР. Перестройка тем временем буксовала. Частная собственность в СССР по-прежнему под запретом, а конкуренция, которая заставляет производителей гнаться за инновациями, не было и речи. К 1987 году никто уже не гонялся за румынской мебелью, из-под полы торговали одеждой, туалетной бумагой, нитками, сигаретами. Спекуляция стала нормой жизни. Спецраспределители, столы заказов и кооперативные магазины формировали теневой рынок в открытую. 25 июня 1987 года в Москве на пленуме ЦК КПСС с докладом о концепции экономических реформ выступил председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. Признал провал курса на ускорение, призвал к расширению самостоятельности предприятий, переходу на хозрасчет и самофинансирование при сохранении государственной системы ценообразования и заказа. Поворачивая экономику к рынку, важно помнить, что делается это все ради человека. Через год принят закон о кооперации. Частный бизнес в продаже товаров народного потребления, общепите и сервисе стал легальным. Идея дать волю предпринимательству и решить проблемы спроса была бы хороша, если бы не человеческий фактор. Кооперативы при госпредприятиях прибирали к рукам госимущество. Право устанавливать свободные цены позволяло монополистам выставлять заоблачные ценники. Нечистоплотные новориши стремились урвать, пока на это смотрят сквозь пальцы. В июне 1988 года на 19-й конференции КПСС бывший первый секретарь Московского городского комитета партии Борис Ельцин выступил с обвинениями партийного аппарата в коррупции, поднял вопросы партийного бюджета, теневых финансовых потоков от руководителей республик в центр, критиковал номенклатурные привилегии, обвинял Политбюро в действиях, которые привели к застою в стране. Позднее часть политологов назовет эту конференцию «суицидом КПСС». Согласно ее решениям, 1 декабря 1988 года был принят закон о выборах народных депутатов СССР и о внесении изменений в Конституцию СССР. Выборы впервые становились альтернативными. В январе Ельцин – кандидат в депутаты, а 26 марта 1989 года избран народным депутатом СССР. 29 мая 1990 года возглавил Верховный Совет Российской Федерации. Правящая партия КПСС рекордными темпами теряла свое влияние и авторитет, к власти подбиралась оппозиция. В 1988 году по приказу Горбачева Советский Союз перестает глушить иностранные радиостанции, которые вещали на языках населявших его народов. «Свобода», «Голос Америки», «Би-Би-Си» и другие радиоголоса расписывали преимущества западного образа жизни. Вышел альбом «Последний герой» группы «Кино» с призывами «Все поменять». Кинодрама Тенгиза Абуладзе «Покаяние» стала поводом для дискуссии об обреченности тоталитарных режимов. Популярный режиссер Говорухин снял тогда публицистическую документальную ленту «Так жить нельзя». Спустя годы с горечью вспоминал «Мой фильм «Так жить нельзя» принес больше вреда, чем пользы. Свобода слова и курс на демократию не подкреплялись экономически. Сначала в регионах, а затем и в Москве из-за дефицита товаров первой необходимости ввели талонную систему. Качество жизни народа упало катастрофически. Зарплату не платили месяцами. Начались массовые забастовки. На Манежной площади протестуют шахтеры. Бастуют военные и металлургические предприятия в Воркуте, Караганде, Нижнем Тагиле, в Тульской и Донецкой областях. Чтобы восстановить экономику, нужна валюта. Президент Франции Миттеран и премьер-министр Великобритании Тэтчер предлагают президенту США Бушу-старшему встретиться с Горбачевым и договориться об условиях помощи СССР. В сложившейся ситуации он согласится на любые кабальные условия, выгодные Западу. Политический фон саммита СССР-США удручающий. В Чехословакии – бархатная революция. В Польше и Венгрии – антикоммунистические перевороты. 9 ноября в Берлине открыт свободный проход для жителей Восточной части в Западную. С этого момента начинается неконтролируемый процесс поглощения Германской Демократической Республики соседом. По словам бывшего тогда канцлером ФРГ Гельмута Коля, мы получили ГДР по цене бутерброда. Встает вопрос о выводе советских войск из стран Восточной Европы. При этом вопрос вывода американских войск с территории Западной Германии даже не обсуждается. 3 декабря Буш и Горбачев подписывают декларацию о прекращении состояния холодной войны между странами. До развала СССР считанные шаги. В мае 1989 года собрался первый съезд народных депутатов СССР. Образована межрегиональная депутатская группа «Первая легальная оппозиция КПСС». Сопредседатели Ельцин, мэры Москвы и Ленинграда Попов и Собчак. В дальнейшем на основе российской части МДГ вырастет партия «демократическая Россия», которая выведет Ельцина в президенты. В течение нескольких лет страна переживает глубокий кризис государственности. Разложение мощных органов центра было к утрате управляемости, усиливало экономический кризис, падение жизни на уровень населения, увеличивало социальную нестабильность. Свои последние жизненные силы командная система бросила на сохранение своего всевластия. Народ приник к телевизорам. Впервые с экрана критикуют власть. Это провоцирует рост протестной активности в союзных республиках. Национальный вопрос в Советском Союзе давным-давно решен. Или уже нет? Первым тревожным звонком были массовые волнения в Алма-Ате в декабре 1986 года в связи с избранием первым секретарем Компартии Казахстана иноверца Геннадия Колбина. Били витрины, жгли машины. Столкновения с милицией закончились кровопролитием. Следом кровь пролилась в Нагорно-Карабахской автономной области. Армянские погромы проходят в Сумгаите в феврале 1988. Массовые беспорядки в апреле 1989 в Тбилиси, в январе 1990 в Баку. Во время бессрочного митинга в Грузии погибли 19 человек, 16 из них – женщины. В республиках начинают возникать национальные и националистические движения, самые радикальные в Прибалтике и Закавказье. Этот процесс, когда огромное Советская империя трещит по швам, вошел в историю как парад суверенитетов. 16 ноября 1988 года Верховный Совет Эстонской ССР провозгласил верховенство законов республики над законами СССР – прямое нарушение Конституции Советского Союза. Годом позже к ней присоединилась Литва, Латвия и Азербайджан. В 1990 году остальные республики СССР, включая Россию. В советском руководстве все меньше и меньше единомышленников. В Москве на Манежной площади массовые митинги. Люди требуют отмены однопартийной системы. И вот 14 марта 1990 года КПСС перестает быть направляющей силой в обществе, а бывший генсек становится первым президентом постепенно разваливающейся страны. А 29 мая председателем Верховного Совета РСФСР избирают Бориса Ельцина. Столицы Советского Союза, Москве – двоевластие. Авторитет союзного правительства и лично Горбачева продолжал падать. 11 марта 1990 года Верховный Совет Литвы провозгласил свою республику независимым государством. 10 января 1991 года Горбачев принимает запоздалое решение применить силу. В ночь на 13 января в результате спровоцированных массовых беспорядков в Вильнюсе погибли 14 человек. Как позже установило Республиканское Бюро судебно-медицинских экспертиз, 13 из них – от выстрелов литовских пограничников, находившихся в подчинении генерального директора Департамента охраны края. Провокация. 19 февраля во время выступления по центральному телевидению Ельцин потребовал отставки Горбачева, поддержку нового лидера «На улице выходит народ». 17 марта 1991 прошел первый и последний всесоюзный референдум о сохранении единой страны как обновленной федерации равноправных суверенных республик. И хотя шесть союзных республик от участия в референдуме «Быть или не быть СССР» отказываются, население девяти республик голосует за сохранение СССР. С их главами Горбачев готовит новый союзный договор в Новоогареве. Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия, Таджикистан и Азербайджан пришли к тайному соглашению о проекте образования Союза Суверенных Государств – СССР. Договор прекращал действия Конституции Союза Советских Социалистических Республик, 18 августа 1991 года был образован Государственный Комитет по чрезвычайному положению – отчаянная попытка не допустить ликвидации Великой Державы. В состав ГКЧП вошли председатель КГБ СССР Крючков, вице-президент Янаев, премьер-министр Павлов, первый заместитель председателя Совета обороны Бакланов, министра внутренних дел и обороны Пуга и Язов, председатель Крестьянского Союза Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий Тизяков. 18 августа члены ГКЧП посетили Горбачева в крымской резиденции Форос и предложили ему подписать указ о введении в СССР чрезвычайного положения, отменяя намеченное на 20 августа подписание договора об образовании СССР. Горбачев отказался. Появляется меморандум ГКЧП. В нем сообщается, что власть переходит к Госкомитету по чрезвычайному положению. Телеканалы транслируют «Лебединое озеро». Президент Ельцин и парламент России призывают к началу бессрочной всеобщей забастовки. Три дня путча становятся границей между двумя эпохами Горбачева и Ельцина. 22 августа членов ГКЧП арестовали. Встретиться без Горбачева и окончательно решить судьбу Союза решают президент Украины Леонид Кравчук, глава Белоруссии Станислав Шушкевич и Борис Ельцин в резиденции Вискули в Беловежской пущи. 8 декабря они подписывают соглашение о создании СНГ. 25 декабря 1991 года Горбачев обратился по телевидению к гражданам распавшейся страны с покаянной речью «Не смог, не справился, ухожу» и подписал указ о сложении с себя полномочий президента. В 19 часов 32 минуты над резиденцией Горбачева в сенатском корпусе Кремля был спущен флаг СССР. В 19 часов 45 минут на том же флагштоке был поднят государственный флаг РСФСР. Тем же вечером Джордж Буш объявил об официальном признании независимости России, Украины, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Запад, прежде всего США, были уверены – развал СССР – результат их целенаправленных усилий. Спустя 30 с лишним лет не остается сомнений и в том, что распада СССР народ не хотел. Были шансы сохранить страну. Редактор субтитров А.Семкин